ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С. 12 апреля 2019 года ЦАМТА ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С. Источник изображения, фото. Мустафа Амад от Калкемиш 2018. ЦАМТА, 11 апреля. По информации источника иракского ресурса. irakinews.com 9 апреля ВС Ирака в рамках восстановления их боеспособности после завершения боевых действий против боевиков ИГИЛ получили новую партию российских танков Т-90С. Как подтвердил Национальному агентству новостей Ирака, Нина, командир 9-й бронетанковой дивизии генерал-майор Валид Халифа, 4-я партия российских танков Т-90 успешно доставлена в Ирак и передана Министерству обороны. По заявлению генерала, личный состав уже прошел подготовку по эксплуатации танков под руководством российских инструкторов. Как ранее сообщал ЦАМТА, согласно годовому отчету АОНПК «Уралвеганзавод», в 2016 году предприятие заключило базовый контракт на поставку 73 танков Т-90С слеже СКВС Ирака. Тем не менее, изначально СМИ высказали предположение, что в результате заказ будет существенно большим. Начало поставок было намечено на 2017 год. По информации irakinews.com В июле 2017 года Ирак подписал с Россией соглашение по поставке большой партии модернизированных основных боевых танков Т-90 стоимостью 1 млрд. дол. Возможно, это соглашение представляло собой опцион и крайне подписанному базовому контракту примечания. Ред. Исходя из сообщения о поставке ВС Ирака уже четвертой партии российских ОПТ, можно предположить, что Министерство обороны Ирака по опыту успешной эксплуатации первых партий ЮПТ-90С приступило к реализации опционов к базовому контракту. Видеорепортаж о погрузке на судно в торговом порту Усть-Луга первой партии танков Т-90С слеже СК для ВС Ирака появился на ресурсе youtube.com В начале 2018 года. Спустя две недели на иракских веб-ресурсах появились фотографии доставленных в Умкаср танков, перевозимых трейлерами к местам их постоянной дислокации. Начальник генерального штаба ВС Ирака генерал Осман Аль-Ганеми 19 февраля 2018 года подтвердил получение первых 36 танков Т-90С слеже СК российского производства. В июне 2018 года Муэрака сообщила о поставке второй партии из 39 танков Т-90С слеже СК 35 бригаде 9 бронетанковой дивизии для оснащения двух батальонов. Примечательно, что ранее данное формирование было оснащено американскими танками М1А1 Абрамс, которые затем были переданы 34 бригаде дивизии, которая была мало задействована в боевых действиях. В июне 2018 года агентство НИНА сообщило, что американские военные эксперты начали высказывать опасения по поводу возможной потери иракского рынка тяжелой бронетехники из-за отданного ВС Ирака предпочтение российским танкам. Право на данный материал принадлежит сам-то. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Продолжение следует...